Эта порода собак была выведена в конце 19 века. При её создании использовались пастушьи собаки с максимальными рабочими качествами. И есть мнение, что даже подмешивалась кровь индийского волка. Вы на канале Знай ТВ, и сегодня мы посмотрим на немецкую овчарку в деле. Не забывайте оценить эту крутую во всех смыслах собачку и подписаться на канал. А мы уже начинаем. Итак, немецкая овчарка. Национальная гордость Германии, и если не лучшая, то одна из лучших пород собак, признаваемая во всём мире. Судите сами. Умная. Способная. Отлично обучаемая и с прекрасной адаптацией к людям. Из немецких овчарок получаются идеальные ищейки, пограничники, охранники, поводыри, компаньоны, защитники и просто члены семьи. А за породу спасибо нужно сказать родмистру Максу Эмилю фон Штефаницу, который отбирал среди пастушьих собак Германии самых рабочих и в 1899 году представил первого грязно-белого кобеля по кличке Грайв. От него и берет начало родословное немецких овчарок. Это крупная порода, представители которой достигают роста до 65 сантиметров, а веса до 40 килограммов. Крепкое мускулистое тело, клиновидная голова, хорошо развитые зубы и торчащие, обращенные вперед уши стали визитной карточкой породы. А вот окрас может быть разным. Дело в том, что в 2002 году выделилось два направления разведения – это экстерьерное и рабочее. В первом направлении главным был внешний вид собаки, и именно оттуда пошел знаменитый чепрачный окрас. А кроме того, овчарки начали расти в размерах, меняя свою осанку и ухудшая рабочие качества. Даже появилось некоторое сходство с гиенами. Во второй же группе собаки остались более легкие, активные, и даже их уши не всегда могли стоять. А окрасы шли, как правило, более спокойные, часто полностью черные или занарно-черные, с серым или бежевым сочетанием. Именно таких собак часто можно встретить на службе в полиции, охране и прочих силовых структурах. И отбор для обучения проходит обычно в самом раннем возрасте. Щенка проверяют на активность, агрессию, задор и реакцию на посторонний шум. Ведь после обучения из него должен получиться примерно такой идеальный солдат. Он должен беспрекословно слушаться хозяина и действовать только по команде. Зато выглядит все это очень впечатляюще. Это чрезвычайно дружелюбные и послушные собаки. Они легко уживаются с любыми другими членами семьи, как двуногими, так и четвероногими. А кроме того, несмотря на свою преданность, с одной собакой могут работать несколько человек. Добавьте к этому возможность работы собаки в группе, и вы поймете, почему ее так любят все силовые и специальные службы. Плюс ко всему немецкая овчарка занимает третье место по интеллекту, уступая пальму первенства только бордер-колли и, что интересно, пуделю. А это позволяет не только быстро обучаться, но и моментально реагировать на изменения ситуации вокруг. Хотя обратная сторона всего этого – игривость, и немецкая овчарка не может спокойно сидеть на месте. Она постоянно придумывает себе различные приключения и останавливается разве что, когда ее пылесосят. Но это своеобразная природная защита, ведь бездействие может загубить работоспособность пса. Кстати, линяет собака тоже очень сильно, и заводчикам приходится мириться, что дома все будет в ее шерсти. Говоря о физических качествах, уже по внешнему виду понятно, что овчарка – словно сбалансированный атлет. Она быстро бегает, очень хорошо прыгает и имеет взрывную мощь. Поэтому удержать на поводке немца довольно сложно, и выгуливать такую машину сможет далеко не каждый. Часто вообще кажется, что собака выгуливает своего владельца. И даже парню тяжело справиться с такими сорванцами. Да и выгуливая ее, следует быть очень внимательным. Ведь собака может подумать, что владелец в опасности, и проявить необоснованную агрессию. Хорошо, что все обошлось, но это, скорее всего, недостаток дрессировки и социализации собаки. Отдельно хочется сказать про взаимоотношения с детьми. Ведь немецкие овчарки способны вытерпеть любую шалость от них. Хотя иногда даже удивляешься железным нервам собаки. Мне давай лучше поиграть. Да, лучше позови его поиграть. Но что есть, то есть. И немецкая овчарка – отличный друг и верный защитник любого члена семьи. И даже если хозяин решит подшутить, собака на полном серьезе выскочит за дверь в поисках неприятеля. Так что не стоит удивляться такому поведению, когда слышен голос за забором. С такими охранниками периметр всегда под надежной защитой, и этот койот еле успевает унести ноги. Да и на улице немецкая овчарка может разогнать толпу бродячих собак. А вот так собака подкрадывается и атакует поросенка. А этот случай произошел в США. Шестилетний ребенок вместе с овчаркой играли возле своего дома. Как вдруг с соседнего участка выбегает другая собака и направляется в их сторону. Но овчарка сразу накрывает собой ребенка и отгоняет другого пса. И хотя, скорее всего, черная собака хотела просто поиграть с овчаркой, немец реагировал молниеносно и блестяще защитил члена своей семьи. Правда, всему есть предел. И с таким опасным хищником, как волк, немецкой овчарке лучше не шутить. Но серые хищники – это вообще отдельная история. Вот такая веселая и игривая, но при этом смелая и бесстрашная оказалась немецкая овчарка. А я надеюсь, было интересно и вы досмотрели ролик до конца. Тогда не поленитесь оценить песика. Пишите в комментариях, про кого рассказать в следующий раз. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...